Здравствуйте! Это программа Спортсто и я и ведущий Дмитрий Марков. Первый фестиваль силовых видов спорта прошел на Ринмаре 30 июля. Его участники встретились на площади Мараце и испытали себя в четырех силовых направлениях. Кроссфите, армрестлинге, воркауте и армлифтинге. В фестивале приняла участие наша съемочная группа. Можете делать плавно, да, сделать? А можно сделать как бы с раскачкой. Вот такие вот подтягивания я не считаю. Выпады в прыжке, челночный бег, перебрасывание покрышки, отжимания на брусьях и подтягивания – это далеко не вся программа упражнений на площадке под названием «Кроссфит». Кроссфит – это круговая тренировка, которая заключается в выполнении определенного комплекса упражнений за минимальное время. Она возникла в США как система тренировки пожарных, но быстро приобрела всемирную популярность и за пределами профессии. Никита Баканов первым преодолел всю программу фестиваля. Спортсмен признается, главное – это выносливость и регулярные тренировки. Ведь сложность упражнений в их высокой интенсивности. Было очень тяжело, но все, в принципе, реально. И возможно это все сделать быстро, без остановок. В столице Ненецкого округа кроссфит и воркаут пользуются популярностью уже около трех лет. Такие тренировки не требуют от спортсмена специального инвентаря и помещения. Турники и желания – это все, что нужно для упражнений. Мы хотим рассказать, какие течения существуют сейчас в спорте на данный момент. То, что это интересно, то, что этим можно заниматься совершенно незатратно у себя во дворе. То есть не надо отдельно каких-то затрат и дополнительных каких-то устройств. То есть это можно делать абсолютно просто у себя во дворе. Для Дмитрия Левина армрестлинг – семейный вид спорта. На тренировки вместе с женой он ходит три раза в неделю, готовится к всероссийским соревнованиям. По словам организатора, подготовка к фестивалю заняла всего месяц. Идея возникла спонтанно. Раньше мы проводили соревнования по отдельности. Я занимался армрестлингом, ребята занимались кроссфитом. В этом году совпало так, что мы в одно время планировали их провести. Друг друга знаем, так как все за здоровый образ жизни. И просто как-то договорились провести совместно. Ну и вот так вот на этом решили сделать это как фестиваль. Придумали название «Сила Заполярья». Хотя практика показывает, что побеждает обычно тот, кто занимается регулярно, бывают и исключения. Особенность программы фестиваля в том, что проверить свои силы может практически каждый. Среди заявившихся как мужчины, так и женщины самому юному участнику 17 лет, а самому старшему 70. У каждого участника, конечно, своя группа поддержки. У меня дочь будет в амрестлинге и зять. И мы тут с семьей. Вот зять, внуки, еще старшая дочка, младшая дочка и сын тоже здесь. Мы все здесь, все болеть будем. Молодцы, да, и организаторы вообще. Мне кажется, нужно побольше таких вот зрелищных, именно спортивных мероприятий. Зрителям и болельщикам на фестивале было на что посмотреть. Опытные спортсмены провели показательное выступление. Победители и призеры первого фестиваля силовых видов спорта получили соответствующие тематики призы – спортивное питание. Спортсмены еще одного силового вида спорта – пауэрлифтинга – готовятся к предстоящему сезону. О том, какие спортивные мероприятия ожидают атлетов в этом году, нам расскажет гость нашей программы, председатель Федерации пауэрлифтинга в Ненецком автономном округе, Козырев Александр Николаевич. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите сначала, что это за спорт такой пауэрлифтинг. Как стремление к самосовершенствованию, к саморазвитию и красоте было присуще человеку всегда. Пауэрлифтинг является отличным способом достижения этих целей. Сам пауэрлифтинг, как вид спорта, включает в себя три дисциплины, то есть приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа и становая тяга. На соревнованиях данные упражнения выполняются в той же последовательности, хотя есть и отдельные соревнования, проводимые разными федерациями. Сам я начал заниматься еще в старших классах школы. В 2004 году я впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта здесь на окружных соревнованиях. Уже в 2005 году был выезд на Северо-Западный федеральный округ соревнования в город Череповец, в памяти Хрёмина, где я в составе сборной округа занял второе место. На тот момент я уже являлся студентом Наринмарского социально-гуманитарного колледжа по направлению физическая культура и тренерскую деятельность. Я начал в 2009 году в подростковом клубе «Труд» под руководством Бородкина Бориса Павловича. И впоследствии в 2011 году нас перевели в детско-юношескую спортивную школу «Старт», директор которой Владимир Дмитриевич Паневник. Что это за организация? Детско-юношеская спортивная школа «Старт». По каким направлениям вы будете пауэрлифтинг? Мое направление, да, именно пауэрлифтинг. А вот в чем особенности тренировок пауэрлифтинга? Дело в том, что тренировки пауэрлифтинга отличаются тем, что нужно выкладываться на 100%. Невозможно прийти и отработать наполовину. Пауэрлифтинг предполагает работу с весами максимальных отягощений, и сосредоточенность должна быть абсолютная. Это тот вид спорта, который не терпит каких-то упущений или безразличного отношения к нему. То есть нужно подходить к тренировкам серьезно, вдумчиво. А вот чем занимаются спортсмены в летний период? Ну, летний период у нас в пауэрлифтинге, как и во многих других видах спорта, включает в себя... Ну, то есть весь тренировочный цикл в году не заключается только в соревновательном периоде. Лето – отличное время для того, чтобы отдохнуть, чтобы набраться сил перед предстоящим сезоном, получить должную дозу витаминов. Но это совсем не значит, что нужно абсолютно отказываться от тренировок. Тренировки продолжаются практически в полном объеме. Единственное, что нагрузка видоизменяется. Больше становятся кардиоупражнения, укрепляются, проводятся тренировки на укрепление сердечно-сосудистой системы, нервной системы, восстановительные мероприятия. То есть примерно вот таким вот образом проходят тренировки в летний период. В отличие от многих залов города и округа, наверное, мы продолжаем вести тренировки летом, за что спасибо, наверное, руководству, которое идет навстречу, дает возможность заниматься, проводить тренировки. А как вообще посещать в летний период? В летний период, ну, учитывая то, что многие дети разъезжаются, воспитанников посещают, ну, примерно 40-50%. Как правило, разрядники стараются подгадать свой отпуск так, чтобы хотя бы один-два месяца летнего периода провести в городе. Хотя, если это не получается, то пишут свои программы, чтобы они уже непосредственно на месте отдыха занимались. А что касается взрослых, то есть, ну, людей, которые старше 18 лет, которые продолжают заниматься пауэрлифтингом, то наполняемость, ну, примерно 30-40%. А вот только что недавно у вас закончился, получается, сезон уже, да? Да. Вот в каких вообще соревнованиях вы принимали участие? В выездных соревнованиях не получилось принять участие. Хотя сами мы проводили, согласно календарному плану, но пятеро соревнований, то есть, пять соревнований было проведено. Ну, все согласно календарному плану. То есть, во всех своих мероприятиях мы принимали участие. Планировалось участие в окружных, в официальных региональных соревнованиях, но не получилось так, как вопросы были по положению, по проведению. Вот к чему сейчас готовятся спортсмены? Что у вас начнется с открытием сезона? Какие будут первые соревнования? С открытием сезона у нас сначала свои внутренние соревнования проводятся. Они будут, вероятнее всего, отборочными для участия в региональных. У нас запланировано на этот год шесть соревнований. Ну, дай бог, все пройдет как запланировано, без эксцессов, без каких-то незапланированных моментов. Ну, главные соревнования, наверное, в этом году будут окружены. А есть ли среди спортсменов те, которые работают под кандидатом мастера спорта или мастера спорта? Да, ребята занимаются. Особо хочется отметить Болдинка Руслана, который уходил в армию и пришел, занимается. Не бросает спорт. Занимаются они семьей. Зырянов Евгений занимается по нормативу кандидата в мастера спорта, выходит чуть выше. Диаконов Дмитрий примерно на том же уровне. Ну, и ребята молодые, подрастающее поколение, где-то держат уровень первого спортивного разряда. А вот как у них вообще тренировки? Они работают вместе с чем или у них какая-то специальная тренировка? У них специальная своя тренировка. Ну, саму программу как бы объяснить, озвучить не могу. Они к чему-то сейчас готовятся? К выезду куда-нибудь? Старт, я думаю, будет тот же самый. То есть, как они проявят себя на региональных соревнованиях, от этого уже будем плясать. То есть, думать, куда они поедут дальше. А вот вообще пауэрлифтинг – популярный вид спорта, как вы считаете? Смотря с чем сравнивать. В принципе, массовым он не был никогда. Но сказать, что он популярный, вероятнее всего, да. Потому что упражнения пауэрлифтинга применяют в своих тренировках и другие силовики. То есть, представители, метания, борцы. Все применяют в своих тренировках упражнения пауэрлифтинга. То есть, я думаю, да, в этом плане он, конечно, популярен. Спасибо, Александр. Это была программа «Спорт 100». Я ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok